Сочи перешел на зимнее время. С этого объявления начало очередное совещание Анатолий Пахомов. Ростехнадзор выдал городу паспорт готовности к отопительному сезону. Между тем, отметил глава курорта, осталась нерешенная проблема, связанная с управлением газовым хозяйством. Из 500, 109 домов так и не определились с организацией, которая будет заниматься этой работой. Примите все меры, чтобы у нас за каждый дом отвечала организация, которая имеет лицензию на обслуживание газов. Такое поручение дал Анатолий Пахомов своему заместителю Юрию Поломарчуку и главам районов на выполнение 7 дней. Промедлений быть не должно, ведь речь идет о безопасности горожан. Также на особом контроле семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Их количество увеличивается вместе с ростом населения города. Либо они сняли дачи, либо вагончики. Объяснять этим людям трудно, что они несут полную ответственность за своих детей. И мы вынуждены взять это под контроль и принять меры, чтобы никаких несчастных случаев не было. Принято решение создать комиссии. Их задача – проверить, в каких условиях живут неблагополучные семьи. В центре внимания городских властей также находятся аптеки, которые свободно отпускают препараты с содержанием наркотических веществ. Таких выявлено 16. Они должны быть на контроле, причем на круглосуточном, заявил глава курорта. Есть и другие средства борьбы с оборотнями в белых халатах. Мы хотим сделать митинг, выставить, выгнать их из города. Тем временем в городе готовится к открытию социальный центр, который в том числе будет выполнять функцию вытрезвителя. На эти цели выделено 7,5 миллионов рублей. Следующая тема совещания – высокие цены на товары первой необходимости. Залавывают их в Сочи сетевики. В Краснодаре цены значительно ниже. Далее чиновники обсудили подготовку сельских округов ко дню города. Проверен ход выполнения мероприятий, пророченных праздновать дня города, сельским округами. Из 12 сельских округов, ну и было проверено 9. Готовность сельских округов к предстоящему празднику оценивалась по целому ряду критериев. Степень газификации, обустройства дорог и детских площадок, санитарное состояние улиц. Положительные отклики получили не все, а некоторые и вовсе заслужили взыскание. Так главы Кудепстинского и Лыготского сельского округов получили строгий выговор. Ну и последняя тема совещания – мониторинг поголовья свиней. На прошлой неделе на территории национального парка были обнаружены умершие от африканской чумы свиньи. Все меры приняты, был сделан дисбарьер, огородили место, где остался зольный остаток. Были сожжены эти животные, прокуратура и ветеринарная служба все это проверили. Угрозы нет. Более того, через несколько дней будут сняты все ограничения с национального парка, где и были обнаружены трупы животных. А вообще, чтобы не допустить всякого рода эпидемии, вот уже 8 лет в городе проводится активная работа. Сейчас идет массовая зачистка поголовья свиней.